Вот, собственно, появилась такая идея, совместно с редакцией, с нашей газетой «Земля обетованная», идея заключена в том, чтобы показать нашу жизнь, просто обыкновенную нашу жизнь. А то вот так получается, что то, что публикуется у меня на канале в Ютубе, там все касается только детей и праздников, как будто у нас ничего больше и нет. Вот, правда, только недавно был некий сюжет по поводу моста, который строился. Вот я в данном случае, вот я кручу каркас, готовлю домик к зиме. Вот эту половину надо утеплить, а то там прохладненько так, при 40 градусах. Вот, и вот, собственно, вот такая жизнь. Дальше будет картошка, свекла, морковка, убор урожая. В общем, обычная жизнь в деревне. И вот мы проехали по Картовскому району. Сейчас вот я снимаю здесь, в Черемшанке, Гуляевка, Петропавловка уже отснята, Даша Гуляевка и, возможно, Жаровск. Вот, собственно, все. Ну и, Даша, смотрите, что у нас творится. Субтитры создавал DimaTorzok Так бы занимался, конечно, ремеслом полноценно, но... А так не получится? То ты сам и Джек, и Горводоканал, и Газпром там, и там, что там? Энергозабыт, все. Сам себе. Все, короче, ну, потому что, блин. Ну, сейчас сантехника там полетела, вот такая вот эта, ну, вода вот эта. Ну, все. Откручиваешь, она ломается. Китайская фигня. Магазин неизвестно где. Это надо туда ехать. Это не то, чтобы за полчаса пошел и взял эту детальку. И все стало. Ну, вы знаете. Ну, да. Короче, мы в курсе. Китайские фигни, да? По выходным проводили вот этот кружок конный, короче. Ну, для детей, для всего. И мы сами хотели себе коня, потому что та лошадь была не наша. Вот. Это сейчас у нас уже так попроще. Мы раз, дрова купили. Все. А как мы только приехали, там только совсем, ну, не было еще возможностей денежных таких. Это сейчас там кое-что там улучшилось в материальном плане. И как бы уже не паримся так. Вот так он у нас и остался. И мы решили так. Пока есть возможность подержать. Ну, пускай есть возможность у нас пока держать. Пусть будет. Будущее там покажет. Вот наш коняшка. Назвали мы его Джеком. Джек Воробей. О! Хороший Джек. Он еще молоденький. Вот сейчас пятый год. На основном Алла только верхом на нем гоняет. Келегу мы его еще не обучали. Ну, он такой ручной. Вот, что-нибудь. Статистическим вещам. Скажи, что ты сейчас, вот чем ты сейчас занимаешься? Что ты делаешь? И как у тебя пришла вообще такая идея в голову? Я мечтал о том, чтобы такое можно было делать на мир. Вот. Какое-какое? Ну, вообще, что можно было бы делать на мир? Вот я смотрю, что, ну, зарабатывать-то надо. Да, и Высоцкие нашли свой продукт. Значит, ну, делают топоры, да? Спринчан тоже нашел свой продукт. И я, как столер, думаю, ну, что я буду делать, например, двери. Но это не в моих силах пока, пока. И здесь рынок очень заполнил. Я хотел что-нибудь такое, что было бы, была бы ниша, как говорится, да? Ниша. Когда я просматривал там, как на одном сайте, где куча мастеров, там есть графа, где можно заказчикам какие-то давать заказы. Я вот это, листая по этим всем, смотрю, и человек, раз, а мне нужны там деревянные какие-то подставочки для наушников. И у меня внутри вспышка. Оно, кажется, оно. И такая радость. И я, давай туда, вот интуиция. Вот, может быть, сердце подсказало. И я хубанно туда-туда-туда с ним списался. И потом предложил ему кое-какие идеи, потому что у него были простые. А вот такое он сам не ожидал. И вот сначала вот эту голову Пасхи предложил, и потом как посыпался, тоже можно голову, массу, массу предложить. И каких-нибудь леших. И вот, пожалуйста, значит, герб России. Вот здесь будет перекладинка, здесь будут наушники, здесь будут короны. И начали мы с ним с острова Пасхи, с голов. У меня была такая идея когда-то. Я сделал карандашник, и теперь можно наушники, под наушники, подставку. Сверху такие наушники, сзади наматывается провод. Пасхи, сзади наматывается провод. Пасхи, сзади наматывается провод. Ростик, ну как, веселее храм строить, чем коз кормить. Было проект, сзади населения. Да. Ну, он был такой. Вот эта крыша, вот эта крыша. И посередине маковка сразу на крыше. Мне это не понравилось, я вот это придумал уже с куполом, ну все, семья подъезжала, вот это буквально сейчас эту конструкцию за 20 дней подняли, вот эту всю тему мы за 20 дней подняли, то есть так это народ приходит, местные приходят, местные приходят, ну как местные, ну понятно, люди, которые там сами по себе. Ну да, всегда кто-то приходит, от Владива Яковлевича, он тоже не в Сибири, этот привыковка, постоянно, каждый день здесь, да, конечно, вот здесь, вот здесь вход, не очень, а с куполом, ну вот и решили так вот сделать, хотим здесь колокол повесить, вот, один у нас колокол, не в тон, не в тональности, один колокол небольшой, хотим сюда повесить. Золото, золотую, а крыша будет синяя, металлочерепица, синий этот колокол, хорошо. Музыка Музыка а а у вас такое большое семейство здесь у вас все дети уже здесь появились и либо вы приехали уже сюда семьей со всеми приехали последний маленькая не был один месяц дождались пока судя по акценту ты не русский какой-то прибалтийский акцент ну и если про если правильно информируем то вы были уже таскать и у вас для вас знакомы житие на земле да мы примерно около почти 18 лет на своем там жили в своем доме возле екатеринбурга а в 2013 году сразу стоят и в принципе почти не маска от нигде не быть и сколько у вас вот так здесь вообще ни о чем особенно ты их касается о чем да ты так понимают на храме где-то работаешь за там сегодня а так и там сегодня днем что-то вот поговорила по поводу фото стихотворения про это дерево ваша заказы интересно так растет у вас там над домом можешь вспомнить у меня такое ощущение что она вот обнимает наш дом своими ветками защищает у нас даже была книжка такая у деток нам творение про дедушку дерево вот у меня дерево ассоциируется с ним у дедушки дерево добрые руки красивые сильные добрые руки и что-то там еще было такое что вот он может и покачать на этих руках и там птички сидят и много чего-то кара я уже не помню а а а а а и а а а и Не Твой, Господи, Любовь, Не Твой, Господи, Любовь. И возлюбили души наши, Этот огромный прекрасный мир, И жажда души нашей, Исполнить снова поля, Берегуя души наши, От того, что живем на земле, Бабуша, Имея возможность, Морим Божьим, Воплощать, Дам Своей Господь, Любви. Сначала нажимаю наwho, Яусь, Ч péri, Чиiro, Бабуша, Не Твой Ф Bespin, Звучит га-скай-скай-скай, Поделись за saisème mü 붙ибель Jennifer, Леша, ну как после литургии корову доить? Нормально, нормально, хорошо. Спокойное животное, живется себе. Умненькая, хорошенькая. Какую-то уверенность это передает в жизни. Что-то там не случилось. Будет в магазине, не будет в магазинах, а корова спасает. Сильно она все экономит, не так привязана. Денег может вообще не быть, а с коровой все, сытые все, довольные. И как-то это хорошее ощущение возникает, что все правильно. Да, но какая-то уверенность такая, что что бы там ни случилось. Дети у меня сытые. За счет коров мы сильно-сильно экономим. Захотелось девочкам там вкусненького чего-то. Вот сметану, там сливочек набрали, взбили, в морозилку поставили. На утро мороженка у них с сахаром там помешает. Можно не ходить, не покупаясь. Вкусненького захотелось, какао купили, намешали также сметану, с сахаром с какао. Все, у них тоже шоколадка получилась. Так что захотелось им йогурта, ягод собрали, с этим молоком взбили миксером. Все, у них получился этот коктейль. Уже можно там какие-то вкусности с магазина не покупать. Натуральное свое и нормальное. Ну и плюс это, удается даже кому-то в семье там помогать у нас от Белокуры. Каждый день по баночке молока выделяем. Он тоже на бюджете находится у нас в семье. Бюджет он скромный достаточно. Много денег выделить не получается. Вот за счет молока экономию создаем. Субтитры сделал DimaTorzok